И вновь пришла суббота. И опять я отдыхаю на кухне. Сегодня решила сделать вот такие ракушки, фаршированные мясом. Я пожарила лук, морковь, добавила туда фарш, все это пережарила. Добавила специи, добавила вот такую специю, которая называется тако-микс. Если останется, думаю, фарш, то можно будет сделать такие рулетики в лепешку завернутые. Такие, как тонкий лаваш лепешка, называется тортила. Но фарша почти не осталось, думаю, на несколько штук только. Мне хватит и все. Итак, покажу сначала, начало моей работы, как говорится. Нафаршировала, теперь буду делать соус. Потом покажу, как все это залью соусом и буду запекать в духовке. Думаю, должно получиться очень вкусно. Сделала вот такой белый соус для моих ракушек. Он уже кипит, он уже практически готов. Нагрела масло, пожарила муку в этом масле. Молоком все это дело развела. Насыпала перец, паприку, горький перец, соль. И сейчас буду заливать эти ракушки. О, я извиняюсь, пока сотрясу камеру и не замечаю. Посмотрим, что у нас получится. Вот, засыпала ракушки сыром. Перед этим залила соусом. Но я думаю, что соуса у меня было мало. Несмотря на то, что получилась полная кастрюлька соуса, но я думаю, что соуса мало. Потому что, видите, ракушки не полностью потоплены в соусе. И я боюсь, как бы они не были сухими. Поэтому я сначала сверху прикрою фольгой, чтобы сыр растопился. А потом уже, в принципе, все готовое. Ракушки готовые, мясо готовое. Нужно все только это прогреть, чтобы растопился сыр. И все. Поэтому я закрою фольгой, чтобы сыр растопился. Потом фольгу сниму, чтобы сыр зарумянился. И думаю, что должно получиться очень вкусно. Здесь у меня размораживаются вот такие тортилы. Вот такие лепешки. Я хотела их разъединить, чтобы показать. Но они были в морозилке. И они еще не оттаяли. Это я помажу сметаной. Потом положим туда фарш. И будем с Эвелиной кушать. Тима такое не любит, а Эвелина такое любит. Должен быть очень тоже вкусным. Ну и разогреваю вот духовку, чтобы потом поставить туда мои ракушки. А пока пойду складывать белье. Так что отдых идет в полном разгаре. Так все, я уже вытащила ракушки в духовке. Я не стала их сильно зажаривать. Я побоялась. Вот эти верхние макарончики, которые оказались без соуса, они будут сухие. Поэтому я не стала сильно зажаривать. Думаю, этого будет достаточно. Главное, сыр растопился и все. Здесь я подогреваю мясо. Фарш, который остался. Сейчас еще добавлю сюда фасоль. Добавлю сюда лук. Китайский зеленый лук. Как я говорила в прошлом видео. Джусай, который называется. И будем с Эвелиной кушать. Ракушки будем кушать, будем пробовать, когда Дима придет с работы. Теперь мы с Эвелиной обедать. Подогрела я вот эти лепешки. Сделала вот такую начинку для них. Сейчас мы их помажем. Эвелина сказала, что она будет мазать сметаной. Я тоже попробую сначала сметаной помазать. Будем сейчас испытывать новое блюдо. Да ладно, все нормально. Сот пила. Чуть-чуть красноватое. В принципе, не новое блюдо. Я это блюдо как-то делала, но без фасоли. Было вкусно. Ну, а я полью своим любимым таким горьким соусом. Приятного нам аппетита. Вот так это смотрится на лепешке. Да, положила я уже начинку. Теперь ее нужно просто согнуть напополам и кушать. Я думаю, что будет вкусно. Еще один пункт моего субботнего отдыха закончен. Вот я перестирала все белье. На этой неделе у меня очень много белья детского. Потому что началась школа и униформы, носки, футболки, штаны и так далее. Но и здесь я перебрала всю одежду в моем классике. Я убрала всю зимнюю одежду и достала всю летнюю одежду. Одни дети заняты работой. Вот тут рабочий беспорядок. Он играет в лего. И там он что-то смотрит на компьютере. Так что жизнь бьет ключом. Тима, привет. Как дела? Ты играешь? Играю, да. Вон, Тима сделал такую кафедру, подставку для президента. Может, когда-то в будущем будет строителем для президента будет что-то делать. И вот посмотрите, как красиво он тут нарисовал президентов United States of America. И вот такую эмблему он нарисовал. Молодчинка, Тима. А, Тима, он как уже гоняет, а? Велина, ты уже можешь? Велики им купили в этом году новые. Папа расщедрился. А у Велины уже какой большой велик. О, Тимон пролетел. Вон уже какой-то скоростной торпедист, велосипедист. Он и поворачивает хорошо, и разворачивается, и гоняет. Эвелина еще не уверена, потому что велик большой. Не зажимай в Элину. Он ее подрезает. Молодец, Эвелина. Страшно на большом велике? Нет. У нас красиво все цветет. Весна идет полным ходом. О, Эвелина на чужой ярд забрела. Вылазь давай оттуда. Вот мама моя на новом велике. На моем велике. А что, мама, тебе идет? Я знаю. Я первая, Эвелина. Ес! Спасибо за внимание. Пожалуйста. Все, оставите. Вот так катаются папы на велосипедах. На женском. На женском еще в придаче. Ой-ой-ой, папа. Ну ничего, давай. Была-не была. Да. Только коленками уши не закрывай. Давай, Тима, Тима, Тима. Тима, Тима, Тима. Тима. Ты без бороды хорош. Молодец. Приехали в любимый магазин Увелины. Саш Беллоу называется. Или как она его называет? Саш, и ниже. Увелины, что такое берешь? А, 5 и ниже. Увелины, что такое берешь? Ты что? Не знаю, что она будет брать, но пока решили прогуляться. Она хочет взять клей, чтобы слайм сделать. Такую липучку, тянучку. Вот такой здесь отдел. Это игрушки непонятные. Я просто увидела здесь. Тима, отойди, пожалуйста. Я хочу посмотреть. Тима, покажи эту крошку. Подскажите, как можно с этой крошки пить? Это ужас. Зачем такие делают, непонятно. Без объяснений, без комментариев, да? На что это похоже. Кошмар. Вот такая же игрушка. Увелина, что ты там выбираешь? Готовый. Это что? Тоже как слайм. Это уже готовый слайм? Да. Хочу показать вот этот отдел. Это отдел полностью все. Карандаши, фломастеры, резинки и так далее. Все для рисования. Там еще есть отдел подделок. Я помню, когда я занималась с детьми, то для меня это, конечно, была просто мечта иметь все такое в своей коллекции. Ну, сейчас, конечно, все это заступно, но с детьми уже не занимаюсь. Ну, ничего, может, когда-то пригодится. Что у нас сегодня будет на ужин? Суши. Ну-ка, Тима, открывай. Та-дам! Это, конечно, не настоящие суши. Это такие конфеты. Сейчас они будут пробовать. Что это такое? Что за суши? Такие коробочки интересные, красивые. Ну-ка, Тима, открывай. Похоже, точно похоже на суши. Ам, давай. Какое мне можно? Что это там такое? Это такие жевательные конфеты. Это как жевательные конфетки. Ну-ка. Можно мне, Тима, можно? Живачки? Нет, это конфеты такие. Да. Тима, только эту коробочку не выбрасывай. Классная коробочка, красивая. Ну и чё? Похоже на мясо. На вкус похоже на мясо. Кенди. Давай. Кой кучи. Давай. Вот это. Это уже какой-то снэк, типа. Спасибо. Вот это... Ну чё, Тима, вкусно? Кенди. Вкусно, да? Урмаки какой-то. О, мамочки мои. И не по-английски, и не по-русски. Так, всё, вот это они взяли, Тима взял себе в магазине. Что, Юлина? Съедобно? Не съедобно, не вкусно? Вкусно. Или очень вкусно? Что это? Очень вкусно. Это конфеты тоже такие жевательные. Это икра. Это как икра. Ты не знаешь, что это такое. Тима, это с фиш-эгс. О, нет. Но это не настоящие. Не реал. Не реал. Это конфеты такие. Да вкусно, это конфеты. Я пришла тебя проверять. Что ты тут делаешь? Колбаску жарю. О, какая колбаска. А вкусно как пахнет. Ага, супер. Что? Ты уже попробовал? Бэби. Ты уже попробовал? Бэби сусач. Красивая. Для деток. А что для деток? Ну тут сейчас тоже будем пробовать. На улице, конечно, уже похолодало, но в улице не посидишь. А что пробовать? А что пробовать? Надо кушать, да? Ай, ты руку закрываешь. Тут тепло. Папа, ты молодец. Вот тут мы иногда вечером сидим, когда тепло. Но сейчас уже похолодало, уже не хочется сидеть. Что-то на улице. Наверное, дома будем кушать.